Самарский гаишник по фамилии Орешин ворует у водителя видеокамеру. Такую новость вместе с видео выкладывает блогер-прохожий. Вот это жизненно, комментирует автор. Такой гаец никогда не пропадет в жизни, и жене на сарафанчик всегда деньжат добудет. Добавим, что камеру возвратил владельцу другой сотрудник ГАИ с формулировкой, что она была, цитата, случайно отобрана. Блогер Магарал скрыл, как он пишет, факт коррупции при строительстве нового забора вокруг литературного музея имени Алексея Толстого. Украдено, утверждает он, около 800 тысяч бюджетных рублей. Работы проводились, узнал блогер областным министерством культуры. На них было выделено около миллиона рублей. Получается, подсчитал автор, цена одного пролета в 30 кривых дощечек, а их всего 16, оказалось равной 62 тысячам. Тогда как быстрый мониторинг предложений показал, что стоимость подобного элемента экстерьера всего около 6 тысяч. Таким образом, реальная стоимость забора не должна была превысить 200 тысяч рублей. Куда делись остальные 800 тысяч, спрашивает блогер. Откат? Ну а блогер Андрей Кириллов разгадал алгоритм работы городских служб по очистке улиц в нынешний зимний период. Он заключается, пишет автор, в активной уборке снега в период снегопада и в тотальном пренебрежении по отношению к покрытым льдом тротуарам. Всю прошлую неделю самарские коммунальщики просто проспали. Природа дала им прекрасную возможность убрать с тротуаров лед. Снег не падал и не мешал, мороз не делал из-за льда месива. Коли не хочу, но они не захотели. Горожане тем временем, добавляет Кириллов, всю неделю изображали из себя фигуристов и конькобежцев.